Минчанка Елена Ходько одна из тех, кто каждый день делает нашу столицу чище и красивее. В рядах Минск-Зеленстроя она уже более 16 лет. Для женщины в профессии главное – творческий подход и любовь к своему делу. Ведь только так, по ее мнению, можно дойти до победы. И она этому пример. Елена стала одним из победителей конкурса «Профмастерства Минский мастер-2020». Теория. Задают довольно каверзные вопросы. И тянешь билеты, и бывает такое, что даже ступор, казалось бы, устройства газона. Я-то знаю, как он делается, но как это все рассказать? Судьи довольно строгие, потому что это все твои руководители, и тут поблажек не бывает. Площадка 2х2. Вот тебе дается проект. И ты обязан от нуля. То есть сделать, ты должен сделать разбивку, ты должен сделать разметку. Мы решили сделать именно звезду, потому что это символ победы. Она у нас объемная, то есть она была приподнята над землей. Там использовалась бегония двух цветов, перетрум – это как основной фон. Там же у нас использовалась тенерария. Было волнительно, потому что многие районы тоже там везде работают мастера. И мы не знали, что делают они, как у них это все там получается. Было такое напряжение. Когда объявили, конечно, результат, не знаю, я очень обрадовалась. Если честно, знаете, какая-то гордость такая, что все-таки справилась. Мы максимально стараемся, чтобы наш город, он действительно был зеленым. И очень приятно, когда приезжают люди, они видят нашу работу, и они тебе говорят спасибо. Вот подходят к людям в зеленой форме и говорят спасибо, потому что мало такого зеленого, цветочного, яркого города, как наш Минск. Я обожаю его. Хотелось бы, чтобы берегли то, что мы делаем, потому что ручной труд, он не заменит ничего. Напомним, что состязания прошли по 23 профессиям. Награждение победителей состоится 11 сентября. Субтитры создавал DimaTorzok